Почему постепенный переход на новый рацион это так важно? Что будет, если привычный корм сразу заменить на новый? Пищеварительная система кошек и собак устроена таким образом, чтобы запоминать пищу и хорошо переваривать те продукты, которые питомец ест регулярно. Организм питомца вырабатывает определенный набор ферментов, которые нужны для переваривания и усваивания знакомой пищи. Но при введении в рацион нового продукта, этих ферментов уже недостаточно. Организму приходится перестраиваться, вырабатывать другие ферменты. Если рацион менять слишком часто или резко, пищеварительная система не успевает адаптироваться и у питомца может возникнуть нарушение обмена веществ, пищеварительное расстройство и сильные аллергические реакции. Чтобы этого не случилось, переход на новый корм нужно выполнять постепенно и правильно. Для этого есть два способа. Один способ. Вымещение при каждом кормлении из стандартного объема разовой порции убирается одна седьмая одна десятая часть корма, а вместо нее добавляется новый. Каждый день количество частей нового корма увеличивается на один. Таким образом за 7-10 дней вы полностью заместите прежний корм новым. Минус данного способа, сухой корм может находиться в желудке собаки достаточно долго. Если при переводе на новый корм вы увидите негативную реакцию ЖКТ или проявление аллергической реакции, вы не сможете установить точную причину. Возможно это новый корм, а возможно конфликтная реакция на сочетание ингредиентов обоих кормов, которые находятся в желудке собаки. Поэтому существует еще один способ. Два способа. Перевод с перерывом на натуральное питание. Любое натуральное питание, мясо, рыба, каша, овощи, содержит гораздо больше влаги. Такая пища быстрее проходит процесс переваривания и не задерживается в желудке так долго, как сухой корм. К сожалению, у натурального типа кормления очень много минусов, в домашних условиях сложно сбалансировать состав и пропорции ингредиентов, чтобы обеспечить собаке-кошке полноценное поступление всех питательных веществ и витаминов. Дисбаланс в этом случае может привести к нарушениям работы организма животного. Такое питание несет меньший заряд энергии. Растущему организму или, к примеру, спортивной собаке, активной кошке может не хватить энергии для жизнедеятельности. Это также приводит к сбою в работе организма животного. Приготовление натуральной пищи занимает гораздо больше времени и ресурсов самого владельца. Часто такое питание выходит дороже, чем правильно подобранный сбалансированный высококачественный сухой корм. Однако временно, для перевода с одного сухого корма на другой, натуральное питание становится хорошим посредником. Оно позволяет изолировать один корм от другого и избежать конфликты ингредиентов. Как выполнить перевод с одного корма на другой через натуральное питание. На 1-2 дня собака-кошка полностью переводится на натуральное питание, в САОД. С потребностями в белках животного происхождения, углеводах и витаминах. Через 1-2 дня собаке-кошке предлагается новый корм, без смешивания со старым. Далее выдерживаем рацион нового сухого корма 7-10 дней и выводы, подходит он животному или нет. Ничего сложного, согласны. Однако эти простые шаги помогут оградить любимца от непростых проблем со здоровьем. Будьте внимательны и не забывайте, что питомцы доверяют нам себя. Разве мы можем их подвести? Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.